Разгул преступности в органах власти Их обвиняют аж в 47 эпизодах получения крупных и особо крупных взяток По данным следствия, фигуранты получили взяток на сумму более 47 миллионов рублей За возможность избежать ответственности за административные правонарушения Данная схема не нова и давно знакома нашим гражданам В том числе и тем, кто занимается транспортной и логистической деятельностью И хотя ответственность в большей мере понесут представители органов власти Тем, кто давал взятки Не стоит забывать, что они также являются не в меньшей степени виновными В развитии коррупционных схем А вот в Приморье экс-депутат получил реальный срок в колонии строгого режима Как раз за попытку дачи взятки Так в Хасанском районе Приморья осудили бывшего депутата Муниципального комитета славянки Михаила Юдина Суд признал мужчину виновным в совершении преступления Из-за подозрения в даче взятки другой народной избранницы и коллеги Ольги Уваевой И назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет Со штрафом в размере 2 миллиона рублей Местом отмывания наказания определена исправительная колония строгого режима В то же время Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении Экс-председателя правления АКБ Экопромбанк Андрея Туева Он признан виновным в растрате средств Экопромбанка на сумму более 249 миллионов рублей Вместе с бизнесменом Сергеем Макрушиным под видом получения кредита для его компании Также суд счел доказанным факт злоупотребления полномочиями господином Туевым При снятии залога на 32 квартиры стоимостью более 261 миллиона рублей В интересах ООО «Магнит Инвест» Сообщается, что эти действия повлекли для банка существенный вред Забавно, что при такой схеме и значительном количестве украденных средств У фигурантов дело не было прикрывающих лиц в органах Или, может, они все-таки были, но не успели оказать содействие? Ведь не стоит забывать, что даже у тех, кто должен выявлять преступников в органах власти Могут быть свои личные скрытые мотивы Так, в Краснодарском крае бывшего зампрокурора района посадили почти на 8 лет Речь идет об Александре Дееве, бывшем заместителе прокурора Успенского района Который теперь проведет почти 8 лет в колонии строгого режима за получение взятки Согласно материалам дела, Александр Деев, являясь заместителем прокурора Успенского района Предложил директору МУП Успенский водоканал передать ему взятку в размере 250 тысяч рублей За отказ в возбуждении уголовного дела по материалам проверки в отношении предприятия Руководитель организации сообщил, что не располагает такой суммой После чего фигурант дела снизил ее до 200 тысяч рублей Интересно, что у подобной деятельности чиновников существует даже система торгов и скидок Что в свою очередь выгоднее, чем привычные нам рыночные условия Вот только вся эта деятельность наносит непосредственный вред нам, простым людям Которые в буквальном смысле могут пострадать от простой халатности Или лучше сказать алчности тех, кто закрывает глаза на то, что должно обезопасить и сохранить общество Тем не менее, даже простым людям, не входящим в систему государственной службы Нужно понимать, что тот, кто дает взятку Также подпитывает и способствует развитию коррупции в нашей стране не меньше, чем тот, кто берет взятки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok